Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Вот и подходит к концу календарный 2018 год. Каким он запомнился тем, кто любит, наверное, самую народную, самую распространенную, самую любимую игру на всем земном шаре. Конечно же, это футбол. Конечно, мы вспоминаем чемпионат мира, который прошел в России. Мы вспоминаем большие победы, которые были у наших клубов и во внутреннем чемпионате, и в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. И, конечно, мы в ближайшие 45 минут поговорим обо всем и подведем небольшие итоги календарного 2018 года. Каким он был? Звоните, телефоны вы видите на своих экранах, и расскажите, какой для вас был футбольный 2018 год. Вместе с вами мы это обсудим, а также с Сергеем Буславием, Константином Щербиненко, Евгением Воронином, Илья Разноблад. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что ж, небольшой такой опрос. Жень, каким для тебя был футбольный 2018 год? Разнообразный он был. Естественно, запомнился он матчами ЦСКА в Лиге чемпионов. Но это последние события, которые были в игре против Мадридского Реала, где мы одержали две победы. По-моему, давно там... Такой вообще никто себе не позволял. Не позволял, особенно на Сантьяго и Бернабеу сыграть с разгромным счетом. Мы об этом поговорим. Поговорим об этом. Ну, конечно же, чемпионат мира, безусловно, это величайшее событие, которое тоже я посетил. Илья, наверное, больше расскажет, он посетил столько матчей и столько стадионов. Все. Все, да. Все 64 матча. Практически, да, весь чемпионат. Поэтому, скажем так, год. Илья просто у нас член ФИФА, как я понимаю. Да. Кость, ну скажи, пожалуйста, чемпионат мира? Промахом смолого спина. И желтого мотива очень запомнился, что чемпионат мира. Вот чемпионат мира, да, мы говорим, запомнился положительными эмоциями, настроением, болезническими какими-то невероятными сборами, да, когда вся Москва, да и не только, и все остальные города, да, собирались на площадях, отмечали, гуляли. Сереж, а я бы еще, может быть, такой момент вспомнил. А ведь в этом году сколько футбольных команд ушло, как говорится, с футбольной карты России, да? Это же можно вспомнить и Алкар, можно вспомнить, это можно вспомнить и Тосна, и так далее, и так далее. И совсем уже вот и Анжи у нас немножко уже практически одной ногой. То есть есть ли какие-то отрицательные моменты? Не, ну конечно, что отрицательные есть, вот именно, что уходят команды, которые, ну, из-за финансовых проблем, какие-то, вот Тосна, допустим, это был так искусственно созданный клуб, хотя взявший кубок, правильно? Да. И который не поиграл даже на Еврокубках. Амкар в финале играл в кубках? Нет, Амкар, правда, проиграл в ЦСКА. Амкар, да, Амкар играл же даже в Еврокубках, мне кажется, да? Нет, не участвовался Амкар? Я вот не вспомню точно, но... Где-то он там подбирался, короче, он был, как бы, а, четвертое место, мне кажется, этот, Божевич, когда его тренировал, он с Амкаром где-то, то ли четвертый, или пятый, где-то поднялся. А так, если год вспоминать, то действительно, самое яркое впечатление, это чемпионат мира, да, тут разговоров нет, а если по клубным, то, ну, хотелось бы, конечно, чтобы наши клубы лучше выступили, вот в осенней стадии, но вот, прошло только два клуба, вот, если брать конкретно по моему клубу, по Динамо, то тоже хотелось бы, ну, по игре не скажу, что так уж совсем плохо сыграли, а вот по результатам, по некоторым обидно, конечно. Ну, ничего, и все еще впереди, да. Ну, в этом году стали долгожданное чемпионство, взяли, да, если вспомнили. А, ты даже забыл об этом сказать. Вот, как, вот, как, брать с Волова помнит, а чемпионство забыл. Мы уже говорим о календарном году, в 2018, провожаем, то какой год, конечно, чемпионство локомотива. Да, ну, если 17-го на 18-й, да, судить, то это чемпионство локомотива, это золотые эмоции, победный гол Эдера, который может, как я уже говорил ранее, писать книгу «Я забил два мяча в карьере, и они два золотых». В общем, ну, красивый, красивый год в плане, вот, футбола, наверное, он один из таких, да, согласитесь со мной, коллеги, запоминающихся. Нет, это твой год просто, да, у нас чемпионат мира, и все. Переход, переход с Молова вне конкуренции. Понятно. А Нагакин, Феева? Нагакин, Феева, это что-то. Ну, ты знаешь, Олег, у меня для меня чемпионат мира практически в поездах прошел. Один из поездов был за чемпионат мира. Ничего себе. Шесть стадионов, шесть выездов. Это, конечно, бомба, потому что три с половиной недели мы катались вот в таком формате, подготовились заранее, еще за год мы начинали уже наши проездки планировать. И удалось посмотреть на трех полуфиналистов чемпионата мира, на ярких матчах, в том числе на игре 1-8 и Франция-Аргентина. Ну, удалось пообщаться со многими. Видел вживую игру чемпионов мира. Да, удалось пообщаться с болельщиками, увидеть праздник футбола именно в российской глубинке, потому что в Москве понятно, но атмосфера в городах России, где такой праздник приходит гораздо реже, чем в Москву, потому что в Москве все-таки много всего происходит. В общем, огромный спектр эмоций, просто потрясающе. Олег, а я вдруг вспомнил, что я ездил на полуфинал Франция-Бельгия, где французы победили, вот это вот получается вся история с поездом туда и обратно, и победный получается вагон-ресторан с французами, где там собрались и колумбийцы, в общем, это было феерично. Мне кажется, колумбийцы были везде, даже где я не играл. Да, колумбийцев было очень много, и французы... Даже в барыбинской электричке, да, есть? Нет, даже мексиканцы там, да, да, были. Нет, если у нас здесь, в расторгую видов, я разговаривал, по-моему, с хорватами, или нет, по-моему, не сербы, а хорваты все-таки были. Здесь они жили и ездили на чеках. Нет, да я знаю, у нас, я с ним разговаривал, мексиканцы были, я знаю, во многих гостиницах, в отелях, да, у нас в городе жили болельщики. У нас, я думаю, судя по шуму ночью, мне кажется, некоторые остались в нашем городе. Ну что ж, это наследство чемпионата мира. И по пробкам утренним, да. В отеле в Казани жили египтяне, которые забронировали вообще свой номер на два месяца. То есть, они уже вылетели, они все там тусуются, причем не вылезают. Вот такой был отель за городом Казани, они даже никуда не ездят, просто сидят, так выплывают, о, ля, Раша, и обратно закрываются, и что-то там происходит. А мы там, потому что с Египтом у нас сейчас вообще не открыто, поэтому они улететь никак не могут. Они просто знают, как русские приезжают туда, тоже так же в отель заселяются, открываются Египты, Египты, до свидания. Согласен. Ну что ж, действительно, мне кажется, что в основном у нас положительные эмоции от календарного футбольного 2018 года. Ну а давайте сейчас перейдем от общих воспоминаний к более конкретным, потому что буквально на прошлой неделе состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы. И давайте вспомним, какие результаты были в Лиге Чемпионов. Итак, Шальке 0-4, Локомотив. Ну, лучше бы, конечно, Шальке было Локомотив 0-4, но счет 1-0 в пользу Шальке. Ну и Реал ЦСКА 0-3, убедительная победа. Правда, честно говоря, я пока еще до сих пор для себя не понял, как это произошло. Товарищи армейцы. Даст из фантастиш. Даст из фантастиш, это точно. Как это произошло? Это произошло. Я не знаю, за счет чего, почему. И говорить о том, что там состав был какой-то другой у Реала, ну нельзя так сказать. Действительно, они вышли, они, скажем так, по тем журналистам, которые ездили туда, которые общались с испанским журналистом, было известно, что все-таки Реал побаивался ЦСКА. Ну это не мудрено, потому что любая команда побаивается ЦСКА. Любая. В Европе сейчас уже побаиваются, любая. Ну, кроме молодых, которые до 12 лет, они побаиваются. Нет, но там же были ребята молодые играли. Ну, конечно, молодые играли, да. Нет, я говорю, кто опытный, кто не побаивает. Расскажи, пожалуйста. Знаешь, что такая двойная диспозиция. С одной стороны, как говорят гонщики, победа есть победа, неважно, каким составом играл соперник. Ну, две победы над Реалом, но все-таки говорят о том, что ЦСКА был сильнее. А уже какой он был в команде сильнее, при каких обстоятельствах, это уже, в общем-то, второй вопрос. Гончаренко променял бы, да, хотя бы одну победу на выход в следующий круг. Я бы сейчас на месте армии, чтобы... А потому что, смотри, помнишь, 92-й год, и ЦСКА выиграли у Барселоны 3-2, проигрывали 2-0. Ты помнишь, в каком мы стадии играли? Нет. И это никто не вспомнит. А вспомнит, что мы обыграли на Сантьяго Бердабеу Реал 3-0. И если уж мы говорим об этом матче, то я сразу свою любимую статистику. Давай. 44 матча. Можно себе представить? 44 матча. Реал не проигрывал у себя на поле в Лиге Чемпионов. В Лиге Чемпионов. За 10 лет Реал проиграл на своем поле более 3-х минут, 3 мяча, только двум командам. Три раза он проиграл в Барселоне и один раз в ЦСКА. Вместе с этим совершенно другая противоположная диспозиция. Что нотармейцы проиграли Иркутску, проиграли Авангарду в последних двух кубках. Потому что играли вторым составом. Но тем не менее, трудно все-таки считать, что Авангард и Иркутск конкурентоспособные команды в играх с ЦСКА Москва. Не, 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 вы мысли не уловили. Он правильно говорит, Илья, потому что Реал-то идет дальше. И Реал-то играет. Реал мог позволить себе, позволить проиграть. Понимаешь, он мог позволить, как ЦСКА мог позволить проиграть Авангарду тому же. Мог позволить. Так же, Реал-то идет дальше. Он задачу свою выполнил, он вышел в 1-8. Понимаешь, если бы было, как ты сейчас говоришь, то испанские газеты так бы не опускали бы Реал. Нет, да. Просто так бы Реал-то не важно, каким составом выходит ЦСКА. Реал играл с Манчестер-Сити, который уже себе все обеспечил. Три года назад с Баварии играл в последний круг, который тоже себе уже все обеспечил. И ЦСКА попал там 4-0, там 3-1. Нет, ты прав. Ты прав в одном, что болельщики Реала тоже помнят вот эти, как ты говоришь, 44 матчи. И Женя говорит, что и пресса, и болельщики, они, конечно, Реалу этого не простят. Потому что, ну как так, вы кому проиграли? Ребята, вы что творите? Реал действительно сейчас в таком состоянии. Кто матч последний смотрел, вот они 1-0 выиграли. Играли вроде там, и добавилось опять человек, которые не играли ЦСКА. И все равно Реал, понимаешь, выглядел не очень сильно. 1-0 они все еще играли. Яма такая, да, 1-0 они выиграли. Ну такая яма сейчас у них. А что до этого? А что до этого? Леганец команда. Ты знаешь такую команду? Нет, не знаю. Вот они играли дома. Сартьяга, Бернафол. И проиграли. Нет, 1-0 они выиграли. А, 1-0, нет, перед матчей ЦСКА. Да, да. Ну понимаешь, сейчас яма действительно команды, ее понять можно. А все почему? Это проблема Реалу? Реалу, нет, нет, я не помню. Вы знаете, если все-таки подводить, вот раз мы подводим некоторые итоги. А можно вот, ты не забудешь про эти итоги? Не забуду. Все, у нас есть телефонный звонок просто телезрителя. Давайте, да, пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Здравствуйте. Поздравляю вас и вашу команду. Спасибо, вас тоже. Спасибо. Игра армейцев мне, конечно, понравилась. И игра тоже. Все понравилось. Мечи забивали красивые. Но вы знаете, я не могу отделаться от одной мысли. Очень трудно заставить тебя играть, когда тебе ничего не надо. Вот попробуйте куда-нибудь пойти, когда куда-нибудь идти не надо. Зенит тоже самое, возьмите последний матч. Это очень трудно себя заставить. Что, не играли, что ли? Поэтому я предполагаю, что совсем была бы иначе игра, если бы зависела, кто выйдет в следующий тур. А мы это не оспариваем. Это и говорим об этом. Ну, был бы Модрич, был бы... Я не оспариваю красивые игры армейцев. Нет, но на фоне той игры, которую проявил Реал, которому действительно ничего не надо, он все уже сделал. Попробуйте заставить себя бегать 90 минут, когда вам бегать не надо. Это очень трудно сделать, между прочим. Любым игрокам. Не обязательно молодым, неопытным. И опытным тоже. Не могу я отделаться от этой мысли, что игра была бы другой, если бы от этого что-то зависело. Юрий Сергеевич, вы заметили, наверное, что до первого гола Реал действительно очень сильно давил. Когда мы забили один мяч, они сначала встрепенулись, не поняли, что к чему происходит. Потом второй мяч, и когда мы уже третий забивали, у них просто командная игра разладилась. Поэтому Реал играл, свою силу играл уже. После первого гола он начал играть прилично, еще прибавил. Жень, я не могу у себя отделаться от этой мысли. Вот она где-то у меня подспутно сидит, что была бы другая игра, если бы от нее что-то зависело. Но от нее ничего не зависело. Никто не спорит. Вы абсолютно правы. Это зависело, игра зависела, для ЦСКА была важна, что они сделали. Они должны были обыграть Реал, они обыграли. Да, там Рома ждать не проиграл, это другое разговор. Мне понравилось. Да. И понравились забитые мячи, мне все понравилось. Ну что, не выиграли у Реала. От себя я не могу. Есть какой-то вот такой червячок, что ли? Ну у меня тоже червячок есть, что не вышли, обыграв дважды Реал. Жень, ты же тоже это понимаешь. Извини меня, мы обыграли Реал и остались на последнем месте. Дважды обыграли Реал и остались на последнем месте. Семью очками, когда семью выходили с первого места, выходили в другой раз. Ну не с первого места, а со второго года три назад Зенит вышел. Чуть ли не с шестью очками. А Наполис с 12-ю не вышел. Да. Вот такая статья. Нормально? Наполис с 12-ю не вышел. Это футбол. Спасибо, Юрий Алексеевич. Спасибо большое. Давайте еще немножко прямо обсудим ЦСКА. Это команда Гота. Это команда Гота. Пару инсайдов. Гарет Бэйл после матча попросил трансфер в ЦСКА. Он понял, что ты понимаешь. Это у Варентина Перес. И второй инсайд. И второй инсайд. Босс АМЮ очень серьезно заинтересовались Генширенко. Если Щиренко уходит вместо Маурии, то есть Рюна. Если серьезно, у игроков ЦСКА спрашивали, каково вам играть против лучшей команды мира. На что игроки сказали, не знаю, спросите у Реала. Ну, правильно. Нет, давайте обсудим это. Мне понравилось. Действительно, голы красивые. Красивые. То ли он на замену упускает, то не дает доиграть. Матч полный человек не играет. Нет, просто надо было уже немножко. Он выдвинутый был. Надо было копаться. Надо было чуть-чуть поглубже играть. Поэтому выпустим другого. В принципе, да. 3-0 можно было. Хотелось бы согласиться с Юрием Сергеевичем. В том плане, что когда я пытался выучить язык. И мой преподатель говорит, для чего ты хочешь выучить язык иностранный. Я говорю, ну, чтобы приехать в страну и свободно говорить. Он говорит, вот это не мотивация. Так язык не выучишь. Вот, например, через полгода не заговоришь и тебя уволят. Вот это мотивация. Вот это ты сразу заговоришь. Ну, я не знаю, честно говоря, мотивации. А что, ну, если забегая вперед, у Спартака не было мотивации? У Локомотива не было мотивации? Нет, ну, Зенита не было. А ты сейчас про такую штуку подчеркиваешь уровень команд. У армейцев при Гончаренко команда полетела в тот космос, куда Слуцкий не хотел лететь, а команда просто стала сильнее. Просто потенциально она сильнее. Вот и все. Ну, дай бог. Давайте вспомним и о Локомотиве. Были, да, хотя бы теоретические шансы о том, что Локомотив может продолжить хотя бы в Лиге Европы? Горту уже немотивированный очень пенок 3-2 выиграл. Я хочу сказать, что вот нет такого понимания, как немотивированная команда. Каждая победа в Лиге Чемпионов – это колоссальные деньги, которые получает команда, и помимо трех очков. Это очень серьезно. В Лиге Чемпионов заработал более 20 миллионов евро. 15 только за то, что участие принимал. 4-6 за очки, которые я набрал. И, а, прошу прощения, 4-6 за матчи на Лужниках. Да, потому что зрители было немирально. Да, вообще полный стадион. Да, и это только вот более 20 миллионов, и это только вот не считая еще телевизионных. Потому что они еще… То есть сами победы. Да, они еще не входили. Еще не считая победы. Не считая победы. Головина продали. Это только за то, что сыграли. Нет, трассер, трассер не считая, что мы вышли, действительно, на профицит бюджета. Нет, тогда сколько у нас? Более 30 миллионов получается. Нет, я тебе говорю, от продажи. Или опыт Лиги Чемпионов. Нет, продажи это другое. Я имею в виду просто участие в Лиге Чемпионов. Нет, я говорю, если брать год, финансовый год ССК, действительно… Ох, как Динамо вам помогли. Вспоминаем все сезон 2017 года. Не проставились. Не проставились. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Катанули Динамо, катанули. Добрый вечер. Алло. Да. Здравствуйте. Я вот… Вы сейчас обсуждаете матч ССК Реал. Да. А я пообсудил матч, знаете, какой? ССК Виктория. Давайте обсуждать. Вот где надо обсуждать. Вот где надо обсуждать, что ССК вообще где-то осталось. Давайте. Как маленькие какие дети. Как маленькие, вы не вспомните через пять лет матч с прозненью. Что вы обсуждаете? Ну, что вы говорите? В прошлой передаче у нас был звонил. Мы разбирали эту тему. Алло, и это, и это, да то. Мы разбирали эту тему. А за кого вы болеете? Скажите, честно. Вот что надо тут так? Поражение ЦРК. От этого все смазано. Смазано и не надо обсуждать. Реал, реал. Да я не играл. Я с вами полностью согласен. Я нечего больше вам сказать. Спасибо большое. Олег, ты знаешь, ты словно как контраргумент в Ютубе. Многие люди, подписчики, заходят просто комменты чисто почитать. И на агрессию отвечают вот именно добро, легко и непринужденно. Вот у тебя есть чему поучиться. Спасибо. Я бы этот болельщик не ССК. Нет, мы реально это обсуждали в прошлой передаче. Давай по локомотиву. По локомотиву, да. Если отвечать конкретно не получилось, не срослось. Даже в последнем туре вроде все шло в нашу сторону. Честно говоря, когда наградили перед матчем Хеведеса и Фарфана, там же шальки, то что они как бы очень почетно относятся к своим игрокам. Было как бы более-менее так сначала понятно, что Хеведеса и Фарфан, они за свой клуб будут играть 11 на 9. Костя правильно сказал. Они же играли в шальки. Зачем им выигрывать? Олег, не знаю. И шальки вроде были немотивированные. Провалил и Юрий Семин, это надо признать. И сам локомотив сезон в Лиге Чемпионов провалил. Хотя состав вроде усилились. У нас три таких довольно значимых усиления. Это защитник Чемпион мира. Тот же самый Креховик, который мне очень нравится по концу сезона. Джефферсон Фарфан хотел сказать. Тот же самый Смолов, который не нашел свою игру. Честно говоря, я общался с болельщиками ЦСКА и Спартака после матча со Спартаком. Откровенно говоря, я был один из тех, кто вообще, откровенно говоря, против трансфера был Смолова. Потому что меня, как болельщика локомотива, полностью устраивал Ари. Ари в этом плане достойный нападающий. Смолов просто может быть занят. Сейчас другие мысли. Передачки носит. Какой он взмомает. Смолов очень верю в то, что он пока еще не нашел свою игру. А когда она идет? Ему уже 30. Возможно, он найдет после перерыва. Я же подавляющее надежды. Возможно, он найдет после перерыва. Но, откровенно говоря, наверное, формат Юрия Павловича Семина под Смолову немного не подходит. У локомотива. Локомотив выиграл прошлый сезон до золотой медали без явно выраженного форварда. Там был Эдер, но он как бы пришел в самом конце. Забил свой гол золотой. Итоги... И Фарфан наплатил им мячи, которые не должны были залетать. Провальный сезон локомотива в Лиге чемпионов. В чемпионате у нас была вот эта вот, скажем так, осенняя спячка, в которой, возможно, как-то локомотив проснулся. Посмотрим. Вся надежда, конечно, на чемпионат и в том числе на Кубок России. Будем питать надежду на попадание в Еврокубки через Кубок или через чемпионат. Понял. Да, Сергей. Итог. После провальной осени увольняют генерального директора. Не увольняют. Говорят, что Геркус перейдет в структуру РПЛ. Перейдет, он может хоть в ГАИ, блин, работать. Ну, его не увольняют, да. Но вслухи есть, что он покинет локомотив. И, если честно, это довольно сильная потеря. Потому что с Геркусом, да, с генеральным директором... Стали чемпионом. Стали чемпионом. В том числе и Кубок странный завоевали. Очень серьезная инфраструктура в клубе поменялась. Стадион сам поменялся. В общем, человек за три года сделал колоссальную работу, что Ольга Юрьевна и Смородская можно просто ему передать привет, да, с одним Кубком России за, там, за семь лет. Кстати, может быть, Кость, ты знаешь, выходят легенды, как Ольга Смородская давала какие установки на играх локомотива в перерыве, может быть, ты знаешь. Примерно установки были следующие. Она в перерыв спускалась к команде и давала установку примерно следующую. Давайте, ребята, в защите поуже, а в атаке пошили. И уходил. Может быть, действительно так было. Давайте посмотрим таблицу Лиги Чемпионов, в которой играл локомотив и те очки, которые набрала наша российская команда. Итак, Порту 16 очков. Им действительно уже ничего не надо было. Они все уже оформили, да? Причем Порту победили, победили Галатасарай, там, на выезде. И локомотиву просто, просто можно было бы... А, нет, ничего не устраивал, да? Нет, только победа, да. И тогда Евросезон открыт. И получается у нас Порту и Шальке 16-11. И Шальке, конечно. И Галатасарай, и локомотив. Вот, пожалуйста, немотивированные команды, все победили. Смотрите, 4 и 3 очка набрали. 4 и 3. ЦСКА 7 и не вышел. Да, да. С четырьмя очками вышел Галатасарай в Лигу Ирок. С четырьмя очками. С четырьмя очками вышел Лигу Ирок. Там есть еще... Ну, давайте сразу в догоночку посмотрим группу G, в которой выступал армейский коллектив. Ну, тут, конечно, вне всяких сомнений, Реал. Плотнее, плотнее. Да. Но тут результаты, естественно, поплотнее. И, к сожалению, для многих болельщиков Ромы в последнем туре проиграла Виктория. Да, и, в общем-то, дала шанс... Женя, напомни, как вы с Викторией сыграли? Вы проиграли? 2-2 сыграли там, и 2-1 проиграли здесь. Хотя ничья. 1-1. ЦСКА абсолютно устраивала. Просто абсолютно. Ну, с течения обстоятельств, футбол сам говоришь. Это правда. Там где стоит. Это правда. К сожалению. Есть еще что добавить по ЦСКА? ЦСКА всегда будет первым. Ну, что ж, вот на этой оптимистичной ноте мы переходим дальше в Лигу Европы. Там три команды играли от России. Результаты разные. И статистика разная. И об этом мы расскажем буквально через несколько минут. Итак, Лига Европы. Вильяреал, Спартак. 0-2. Северия или Краснодар? 0-3. Славия и Зенит. 0-2. П2, 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 П2. Да? У букмекера. В общем-то, да. 2-0 наоборот. Только ЦСКА забил. Только ЦСКА забил. Вильяреал, Спартак правильно, да? 2-0 получается. Что выиграл? Вильяреал уже дома играл. А все, ну все, конечно. Там у тебя в мониторе получается почему-то П2, П2. Да? П2, да. А, П2 почему-то получилось. Ну, естественно. Наши клубы сегодня. Да, все выиграли. Ну, естественно. Вопрос сразу же. Вот Спартак, если бы побеждал у Рапида, да, у себя дома, они бы проходили бы дальше? Да. Ну, вот как бы это ответ, наверное. Конечно. Смотрите, друзья мои. Ни одного мяча не забито. Три поражения. Три поражения. Спартак осозвонит. Краснодар чуть было не вылетел, потому что Севилья должна была забивать еще там 3-4 мяча, как мне кажется. 4-0 должны были они выигрывать. Да, да. Понимаете? И, ну ладно, Зенит мы еще можем понять, что ему тоже, как говорится, ничего не надо было и так далее. Но Спартак-то, Спартак, на который мы, как говорится, все болеем и переживаем, и проиграл, проиграл со счетом 2-0. И, в общем-то, по делу проиграл. Согласитесь? Вильяреал довольно крепкая команда, которая из года в год старается играть в Еврокубках. Плюс у Вильяреала такая очень серьезная сбалансированная команда. Спартаку просто-напросто было, наверное, нелегко с тем грузом ответственности, который у них выпал под конец сезона, да, и еще с новым главным коучем, скажем так, одержать победу на выезде. Где, откровенно говоря, это не ЦСКА, да, который может там у испанцев выигрывать. А Спартак, ну, он мог свои задачи, в принципе, объективно решать у себя дома. В том числе и с тем же самым Рейнджерс, да, ну, он решил, правда, с тем же самым Вильяреалом у себя, по крайней мере, дома. Там же была, по-моему, помните, веселая игра 3-3. Поэтому, опять же, Спартак не смогли. Помните, да, мы сразу после этого тура, мы обсуждали в нашем общем, да, чате о том, что Спартак установил, ну, конечно, не мировой рекорд, но, по крайней мере, российский абсолютно точно. Антирекорд. Да. Антирекорд, да. А так, наверное, будет правильнее. Спартак первая команда в истории российской, в российской истории, которая заняла последнее, четвертое место в Лиге Европы в своей группе. Такого не позволяла себе ни одна команда. Ну, да, это... Спартак сейчас вообще весь год мне напоминает, знаете, одеяло, когда ноги накрываешь, у тебя плечи в голову выжимаются, накрываешься с головой. Это короткое дело. Вот Спартак, то есть найти баланс, это вообще светит только очень сильным тренерам и очень сильным командам, очень долгий путь, а Спартак со своими перетурбатцами вечно. Хочет быстро растянуть одеяло, как нужно это. Илья, есть выход, нужно немножко сжаться, да, чтобы и там не торчало, и голова. Вот тогда ты понимаешь, это будет час Камаскова. Можно это по диагонали, может быть, тоже, как говоря. Надежда была, Илья, тренер поменялся, мы думали, как, ну вот сейчас действительно пришел Коннов, мне нужно время. Да, но времени было мало совершенно, согласен. Да. Слушайте, смотри сейчас на Кононова, вот он давал интервью, да, откровенно говоря, все по делу, внутреннюю кухню он не выносил, он сказал, какие моменты положительные, какие отрицательные, отрицательные он не сказал, но вот откровенно говоря, смотришь ты на тренера главного московского Спартака, да. Ну не чувствуется вот эта вот массимо-каррерская, скажем так, харизма. Ну не Кучук он, блин, да? Ну и в том числе. Твой любимый тренер. Помнишь ты как-то? Да. А мне кажется, они похожи с Каррерой, честно говоря. Я смотрю прям копия Карреры. А, нет, я не могу сказать, что это поражение Конова. А, Карреры? Ага. Я не могу сказать, что это поражение Конова. Да нет, нет, ну мы сказали, что у него времени-то было, Олег, а куда? Конечно, естественно. 25% команды готовы. Ничего нельзя было сделать, варьировать никак нельзя. Возможно, команда наберет. Давайте по Краснодару поговорим. Сейчас уже трансферы пошли у Спартака. Да, но к сожалению, вот к сожалению для спартаковских болельщиков сейчас такой негативный фон идет по Спартаку, это и по увольнению Карреры, это и по, по-моему, как Пелепчук, да, в свое время, и по Глушакову. Очень много, да, и фанаты, и болельщики высказываются на просторах интернета, действительно, и по Федуну, естественно, куда уж без него. Очень большой негативный фон. Это может влиять на команду? Это влияет на команду. Вспомните. Это влияет на команду. Да. Ты посмотри, допустим, ЦСКА, почему, скажем так, стабильно у них, да, идет? Потому что никакая информация, даже вот я, будучи знаком с многими, которые инсайдеры, да, от них не дождешься информации какой-то. Конечно. Да, может быть, да, может быть. Что-то такое, но ты не дождешься, никаких там мусора ты не выведешь, ничего. Идет, где-то с кем-то расстаются, с кем-то уходят. Это отдельная тема, да. То есть не уходят. А знаешь, почему? Я тебе объясню. Я тебе объясню. Я тебе объясню. Я сейчас твои слова приведу. Ты говорил, когда Гиннер заходит с ЦСКА, все прячутся. Правильно. Пойду. Дисциплина. А когда идет Федун, там может быть все выходит. А, привет. Я шучу, конечно, я утрирую. А помнишь, как мы ездили с тобой и Аксенов, там прибежал какой-то молодой человек и говорит, Гиннер едет. Так, ребята, быстро, все, собираемся. Вот это вот вы. И он весь вот такой. Все, Гиннер едет. Пиджак поправил, бабочку поправил. Это говорит о том, что узлы правления вот так вот. Правильно. Как мы говорим, хороший клуб это от уборщины. Даже Гиннер, мне кажется, говорил. Возможно, Гиннер все купил. Я с тобой совершенно согласен. Любой клуб процветающий, который стабильный, не то что процветающий, стабильный клуб. Это правильный менеджмент. Так же идет Краснодар. Мы уже сколько говорили. Краснодар этим путем идет. Тут ЦСКА, да. Ну, Спартак, видишь, зарихорадило. Ну, сколько он, даже какой. Карт-бланш, помнишь, дал Галецкий Шалимову. Он же сколько давал ему. Тут не показывает результатов, да. А этот, пускай, пускай, пускай. Ну, мне кажется, он искал. А как сейчас Мусаев же, правильно? Да, Мусаев. Главный тренер Краснодара. Слушайте, откуда он? Он пошел со школы, потом тренировал дублирующий состав. Сейчас вышел на просторах Ютуба выпуск про Краснодар, про Академию. Я думаю, что в год порядка, ну, там, по 10 человек уходят из, ну, скажем так, каждой школы. Из школы, да. Нет, не выпускаются. И постоянно идет конкуренция. Выпускают то, что закладывают. Нет возможности проплатить. Нет возможности как-то заплатить за игрока. Люди со слезами на глазах, скажем так, уходят, но они им объясняют, вы именно нашей Академии не подходите. Вы, возможно, заиграете в ЦСКА, в Локомотиве, да, там, в школе Динамо. Но вот именно нашей школе Краснодара вы на данном этапе там не подходите. Вот таких много случаев, когда люди не подходили, там, уже Спартаку, ЦСКА, а уходили в другие школы, Березуцкие те же, да. Камбаровы. Камбаровы. И, в принципе, ситуация с тем, что сейчас у Краснодара, да, там, два молодых игрока, там, не старше 21-го или там, 22-х лет, там, Сулейманов, Игнатьев, да, и еще множество воспитательников, которые там, пока на скамейке запасных. Возможно, Краснодар это та самая, скажем так, атлетика Бильбао, атлетики с Бильбао, да. Ну да, так что Мусаев. Мусаев. Мусаев тренировал, да, в спортшколе, потом молодежку, вторую команду тренировал. И Галицкий, он же сказал, да, я хочу своих. То есть, сделать ставку на своих. Он, видно, давно на него ставил, видно, давно его так пестовал, обхаживал, чтобы он набрался опыта, немножко материал. Что он неплохо. Да, и вроде сейчас, видишь, он выпускает. Тогда следующий вопрос. А смысл искать, тому же, не знаю, Зениту, Манчестеру Юнайтед или так далее, искать условных или нормальных Жозе Маурини, когда есть вот такие Мусаевы, которые могут ставить команде игру. Олег, а футбол это же не только философия, это в том числе и бизнес. И если к тебе приходит условный Зенитин Зидан, ты идешь прежде всего не на игру Манчестера Юнайтеда с условным Уиган Атлетик, а идешь прежде всего на первую игру Зенитина Зидана. То есть, я когда шел на Барселону, я все равно подспудно шел на Месси, Хави, Ингесту, а не на имя Барселоны. Это даже не обсуждается. Про тренеров, да. Английский чемпионат считаешь сильным чемпионатом? Один из самых сильных. Да, лучший чемпионат. Но там в чемпионате, в английском, там такая школа от 1800 какого-то года дойдет, где отличные школы, отличные поля, там выпуски тоже хорошие футболистов. Но там посмотришь, если тренеров, сейчас открой статистику, там половина клубов. Из 20 команд 15 тренируют иностранцы. Тренируют тренеры зарубежные. Тоже, я не знаю, как англичане к этому относятся, но... Им нужны какие-то, возможно, крэйзи специалисты. Кто Ливерпин, пожалуйста. Гарри Рэндом, да, тоже симпатичный специалист. Получается из западной Британии. Дело, что все-таки это чемпионат английский, испанский, это такая ярмарка вообще всего лучшего и нового, то, что в футболе вообще рождается. Нет, я согласен, но я задал вопрос про Зенит, про... Почему вы не приглашали? Нет, понимаете, я понимаю, Англия, Испания, Франция, это единый... Ну, я бы назвал такой единый, не знаю, конгломерат. Да, и у них как бы, ну, и Германия, тренер Германии поехал тренировать, не знаю, во Францию. Ну, в какой-то степени, да. Ну, мы-то, Россия немножко у нас другая история. Ну, почему? Так почему мы ищем... У нас там же тренера же были. Ну, хороший, Симак отсюда. Сейчас Симак ведет Зенит к чемпионству, в принципе. Видишь, потихоньку и начали тебя прислушиваться. Вот, по поводу тренеров, да, мне, конечно, сейчас очень обидно за Александра Гришина, да, который возглавлял молодежку, добивался с ним больших, хороших успехов. Каких успехов он говорил? Он добивался первых ставок. Три раза из четырех стоил с чемпионов. С юношеским, да. И он должен был подойти, скажем так, в основной состав. Вместо Леонида Нарвикторовича, да. Ну, что-то не получилось. И вот он ушел тогда, тренировал молодежную сборную России. И сейчас, я буквально с ним неделю назад общался, он сейчас работает в СКА, Хабаровск. Да, он сейчас работает пока там. Я его пригласил на передачу, но он сказал, буду в Москве, обязательно приеду. Он сказал, будьте в Хабаровске. Я уверен, что если человек будет идти поступательным путем, он обязательно найдет. Олег, давайте возьмем теперь российский. Ты посмотри, сколько молодых тренеров сейчас. Кроме Семина. Ну, Семин локомотив, ладно. Это легенда, это все понятно. Он и должен быть там. А остальные, посмотри. Тренер это все, в принципе, поменялось. Сколько поменялось тренера? Хорошо. Курбан, Бердыев. Ну, вот они два сидят, Аксакала. Но Бердыев-то, сколько он? Рашид Рахимов. Да, Рашид Рахимов. Тоже недавно вернулся только. Ну, относительно не старый. Да, и не такой уж он старый. Хорошо, я понимаю. Семак, на втором месте Краснар Мусаев, на ЦСКА Гончаренко. Хохлов. 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 Оленичев. Меодрак Божевич. Карпина забыли. Карпин. Еще этот. Меодрак. Парфеонов. Парфеонов. Знаешь сколько там? Спартаков одних сколько. Как собака, извиняюсь. Да. Согласен. Ладно, уговорили. Но, завершая как бы эту тему. Тренерскую. Тренерскую. Краснодар, молодцы, что нашли ему Саева. Что доверили ему. Посмотрим, Олег, ты тоже. Не нашли. Наверное, воспитали. Воспитали. Не нашли. Может быть. Пускай сейчас, конечно. Но он шишек набьет. Он сейчас набивает. В любом случае, когда Краснодар назначил Мусаева, мы хватались за гол. Да. Кто это? Кто это? Откуда он? Почему? Мы не пригласили Тихонову. Условного, да? Тихонов тоже тренирует. Который вот уже встал в категории «бро». Он имел другого Тихона, наверное. А, Тихонова. Виктор Васильевич. Спокойно. Да. К сожалению. К большому-большому сожалению. Ну и давайте немножко и «Зенит» затронем. Да. «Зениту» ничего не нужно было в прошедшем матче. Но, как мы говорим, возвращаемся. «Зенит» до этого проиграл два матча во внутреннем чемпионате. И, соответственно, третий проиграл Славе. Ему тоже ничего не надо было в этих трех матчах. Это зеркало Реала. Ты посмотри. Реал тоже лихорадит в чемпионате. Реал и не на первом месте в чемпионате Испании. Ну, нет. Он в тройке или в четверке. В четверке, да. Он в лидирующей группе. Хотя очки с трудом даются, но он там держится. Также лихорадит в Испании. Также немножко видишь его, ну, можно так сказать, лихорадит в Европе. Хотя задачу выполнять. Есть оправдание «Зениту» за такой срыв осенне-зимний столет. Ну, Симак знает, наверное, почему так случилось. Потеряли одного из ведущих игроков, да, там по непонятному. Ну, там зюбозависимость, хочешь сказать. Только из-за этого. Ну, в какой-то степени там и с вратарем была, да, какая-то история. Ну, я имею в виду травму, да, по-моему. У него была травма, по-моему. А у них нападение, как сегодня Рейнгольд сказал, у них нападение. Заслуженный мастер спорта играет вместо дзюбы сейчас. Кто? За Болотной? Он заслуженный получил. А все получили. А в сборной сыграл, да. Кто в сборной играл, тебе послужил. А он в сборной не сыграл ни разу. Правильно. Игроки сборной получили заслуженных мастеров. Представляешь, за восьмое место. Ну, ладно, я понимаю, за восьмое место. Ну, за Болотной ни разу на поле. Ну, вот еще вопросы. Ну, хорошо. Я уверен, что... Ну, есть же еще звание МСМК. Но он еще супер-игрок, что ли, получается? Нет, понимаете, да? Ну, хорошо, я все понимаю. А, ты хочешь сказать, что... Ну, можно было дать тем, кто выходил и реально... Мастер спорта международного класса. Ну, надо было... Мастер спорта международного класса. Ну, конечно, это бред. Его либо любят, либо не любят, да? Вот, мне кажется. Так же у нас. Не, у нас народ, но у нас народ, это самое главное... Акторы некоторые обижаются. Вот смотришь телевизор, они говорят, вот-вот, я там все сыграл, я там столько ролей. А вот там удали, а мне нет. Вот, знаете, вот как так, как же так-то? Да. Ну, ты же, блин, ты народ... У Кевина Спейси точно нет звания заслуженного артиста. У Высовского было звание, там какое-то там было звание. Заслуженного было. Мне кажется, после смерти нам дали. Вот, но все равно, понимаешь, ну, народ-то до сих пор его считает. Ну, зато у Коли Басков народный артист. Дважды народный артист. Да, кто в телевизоре будет на Новый год, они все народные. Ну, что ж, давайте перейдем к следующему этапу. У нас не так много времени остается. Прошла жеребьевка, и мы узнали соперников, кто будет играть в одной, какая у нас там, 16-й получается, да, финала 14-го февраля, в день всех влюбленных. Мы будем влюблены только в две команды. Это Зенит и Байер. Ой, и Байер, говорю, и Краснодар. Да, конечно. Итак, Фенербахче и Байер достались нашим командам. Илья, что можно сказать по этим командам? Ну, можно посмотреть и сухим языком цифр, как ты любишь, Олег. Да. То, что Фенербахче находится на 17-м месте в чемпионате Турции. Да, из 18-ти команд. То, что Байер тоже... Одиннадцатый. Да, совсем не лидер чемпионата Германии. Но вот этот перерыв, он сейчас как-то спрогнозирует эти матчи, как российские команды выходят после зимней спячки, тоже чаще всего очень тяжело. Но жребий... То есть, по именам, как будто бы еще недавно Фенербахче был такой богатой командой, с хорошим составом. Сейчас от этой команды ничего не осталось. То есть, вроде бы, жребий сначала испугал, а потом при таком внимательном анализе... Осмотрением. Да, вооруженным глазом, да? Оказалось, что жребий вполне проходимый для наших команд. Я сказал, что сейчас будет дозаявочная кампания, вдруг что-то изменится. Да нет, вряд ли, потому что я сижу... Я не думаю, что это Фенербахче. Я не говорю, что кардинально, но как-то немножко усиление какое-то. Фенербахче может Маурини подписать. А кто-то говорил, что там Фенербахче, там кого-то локомотивы покупают. Нет, Фернандеш хочет перейти в первую команду чемпионата Турции и Стамбул. Но пока Барбоза, агент футболиста, говорит, что это слухи. Понятно. Так, и давайте проговорим... Мне кажется, с Фенербахче Зенит может сыграть. Может сыграть и может его обыграть. Прямо сейчас бы? Прямо сейчас бы. Зенит бы прошел Фенербахче, да? Может быть, нет. Прямо вот если бы сейчас игрались бы. Да, сейчас и Фенербахче, и Зенит на одном уровне, как правильно Илья сказал. А вот весной, ой, в феврале уже будет... По уровню физической готовности и все остальное. Все говорят, что вот в феврале Зенит не сыграет ни одного матча до этого, только товарищеский. Но и Фенербахче не думал, что в Турции там начнется чемпионат. А у них, по-моему, он не заканчивается. Не заканчивается. Он в пятницу заканчивается, а в понедельник начинает следующий. В Турции играют, там круглогодично можно. Давайте еще одна минутка. У нас осталась Краснодар и Байер. Хорошая. Да, с одной стороны, Байер сейчас не показывает той игры. Но все-таки не будем забывать, что это немецкая команда. Да, они всегда немцы. И они в прошлом году, по-моему, какое-то четвертое или пятое место заняли в чемпионате. Я потерял знаменитого вратаря, да, Лена, который перешел в Арсенал. Это такая звездочка у них была. Но, тем не менее, остальные там супер игроки, Бейер Аби, Фолланд, тот же самый Бранд, игроки молодые. Они остались в коллективе, в команде, и они очень на серьезных скоростях играют. Это противостояние двух команд, которые играют на скорости. На скорости, да. Да, Краснодару, откровенно говоря, после зимней вот этой вот паузы, вот эти вот кондиции. Скоростные. Было бы интересно посмотреть. А не после вот этих вот тренировок, но имеется в виду, когда закачивается. Им нужно держаться на, скажем так, оптимальном уровне. А сейчас вот этот отпуск может выбить их из колеи. Хорошо. Сереж, и последнее, что успеваем. Какую-то оценку поставишь за восемнадцатый год своей любимой команде «Динамо» по итогам восемнадцатого года? Ну, давай, нет, давай из десяти. А, из десяти? Какие европейские оценки. Да, да. Из десяти тяжелее. Шесть и три. Шесть. Шесть, хорошо. Локомотив. Я из десяти поставлю отметку девять, несмотря на то, что… За чемпионство, да? Да, чемпионство долго ждали. Десять нету. Понял. ЦСКА. Пожалуй, девятку твердую, наверное. ЦСКА. Восемь-девять соглашу с Женей. Договорились. Ну, а я, с вашего позволения, ставлю общую оценку футбольному сезону. Конечно, хорошо, что в нашей стране прошел чемпионат мира. Это действительно событие, это действительно праздник, который мы всегда будем помнить. И даже через многие десятилетия мы будем вспоминать. А помнишь, как проходил в России в восемнадцатом году мундиаль? Ну, и хочу сказать, что наша программа берет паузу. Футбол в России ушел на перерыв. Ну, и мы с вами небольшую делаем паузу. Уже встретимся после Нового года. Ну, а пока, давайте, мы вас всех поздравляем. Новый год. С Новым годом. Ура. 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 Лев. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон